Работая с едкими щелочами, следует помнить, что незаблюдение правил обращения с ними приводит к сильным химическим ожогам. При воздействии концентрированных растворов едких щелочей образуются очень болезненные и медленно заживающие раны. Твердые едкие щелочи, притягивая влагу, содержащуюся в воздухе, очень легко переходят в раствор. И поэтому действие их расценивается равносильным действию концентрированных растворов щелочей. Все это требует соблюдения следующих правил техники безопасности при работе с щелочами. Запрещается брать щелочи незащищенными руками. Для этого используются фарфоровые ложки, шпатели, совочки. Большие куски едких щелочей следует раскалывать на мелкие кусочки в специально отведенном месте с применением защитных очков и перчаток. Растворять щелочи следует в фарфоровой посуде путем медленного прибавления к воде небольших порций веществ при непрерывном помешивании. Насыпать или наливать щелочи следует на столе. Сухие над листом бумаги, жидкие над противнем. Для нейтрализации пролитых на стол щелочей используйте заранее приготовленный нейтрализующий раствор. Например, двухпроцентный раствор уксусной кислоты. Во время нагревания жидких щелочей нельзя заглядывать в сосуд сверху, даже в пробирку, так как возможный выброс нагретого вещества может привести к несчастному случаю. Нельзя сливать в раковины остатки щелочей, а также растворы, полученные после опытов. Эти вещества следует сливать в предназначенные для этого склянки.